добрый день дорогие друзья это программа тема дня на канале и тон тв сегодня в студии михаил юровский насколько арест клана арашуковых рауфа рауля и руслана связан с их конфликтом с главой чечни рамзаном кадыровым с нами на связи по скайпу из иерусалима наш эксперт авраам шмулевич здрасте авраам добрый день вы как специалист по межнациональным отношениям и по северному кавказу безусловно отслеживаете это нашумевшее дело когда прямо в зале заседания арестовали сенатора от карачаева черкесии рауфа арашукова и сам генеральный прокурор российской федерации присутствовал на аресте насколько вот эта версия которую озвучила агентство ура.ру российская информационное агентство насколько она может на ваш взгляд соответствовать действительности да действительно это очень интересная история лучше лучших традициях игры престолов я расскажу о ней подробнее значит приходит совет федерации это сенат его еще называют высший по идее законодательный орган российской федерации выше некуда и вот приходит туда два человека руководитель следственного комитета значит бастрыгин вот и начинают зачитывать и генеральный прокурор прокурор вместе начинают зачитывать представление о снятии неприкосновенности аресте одного из сенатора причем не называют сначала имя в зале напряженные тишина там перечисляется чищение убийство организации преступного сообщества в принципе почти любой сенатор этим занимался в самом случае 10 процентов в общей сложности теперешнего состава сената уже или осуждены или под следствием за такие выводы дела вот они говорят 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 имя не называют только в конце концов назвали имя вот этого арашукова сенатор из карачаева черкесии потребовали его ареста но сенаторы с облегчением сдохнули и проголосовали а сам под следственный уже сенатор бросился бежать по какой-то там лестнице матвиянка спикер сената его остановил очень такая совершенно феодальная история вот и его арестовали и нашли у него там какие-то слитки золота валюты и денег в таком количестве что их невозможно сосчитать то есть буквально смысле этого слова следственный комитет заявляет что их взвешивают эти деньги на вес потом сосчитать это очень долго то вот какое-то оружие антикварное не антикварное и кроме того обвинили его к минимум двух убийствах организации преступного сообщества это кстати самый молодой сенатор по моему 32 года он стал парламентарем в республике когда ему было 22 если не ошибаюсь отец у него один из таких вот королей республики карачаева черкесии вот тоже арестовали и очень целый к вам как вы правильно сказали вот с чем это связано но вопрос этот на самом деле интересен только для тех кто задействован в этой истории что это может быть с каждым действительно он этот сенатор из карачаева черкесия рашуков он был близким вроде бы другом рамзана кадырова вся на случай сейчас и нет пестрит фотографиями где они вместе улыбаются потом они вроде бы поссорились на почте каких-то денежных отношений потом вроде бы помирились но может быть это не помогло это трудно сказать с другой стороны в карачаево-черкесии там есть у сперта какие-то называют коммунальная республика там подселены вместе два народа карачаевцы и черкесцы совершенно разные которые между собой их так называемые элиты конкурирует плюс там среди черкесов тоже есть несколько кланов и главу одного из кланов по фамилии дерев этого дерева арашуков посадил извините за каламбур но он сейчас сидит но сидит не очень проще там дело вроде бы разваливается по невозможно это он тоже нам нанес ответный удар но принципе повторяю это не очень имеет значение изменится и интересно сама система то что сейчас происходит в россии это выглядит как все еще государство на современная республика вот государство нового времени на самом деле идет откат к ситуации которая была даже не в московской руси там было еще больше порядка к золотой орде это типичная феодальная система управления феодализм что это такое в данном случае что нас интересует когда при феодализме сезерен то есть центральная власть делегирует свой суверенитет на места то есть мы привыкли жить в таком государстве где все принадлежит государству вот оно возникло еще в эпоху абсолютизма государство корпорации государство владеет всем на своей территории а по феодализме есть феодал который у себя абсолютно властитель он должен сеньору какие-то там давать какие-то денежные правильности какие-то да служить ему воевать он за него это в принципе то что он делает у себя в сеньоре это не волнует сеньор король не может вмешиваться то что барона держит в своих владениях вот то что происходит сейчас и в россии есть местные какие-то сарки которые между собой воюют вот который трудно убивают может быть но центру в принципе это не имеет значения главное что вот они выполняли повинность за что собственно здесь два убийства которые за которые этого расшукова обвиняют что это такое очень показательные вещи первое это убийство молодого парня по имени осван жуков но жуков это черкесская фамилия в данном случае он был руководитель молодежного хаз то есть молодежного независимого и черкесского движения а в этой карачаево-черкесии как я сказал есть карачаевцы черкесцы причем между ними систем систем власти поделена то есть существуют какие-то квоты которые конечно никак не в него не помещается в конституции российской федерации но они есть скажу премьер-министр обычно карачаевец кто-то еще черкес вот и тарашуков захотел стал сам стать премьер-министр и предложил этому парню молодежного активиста что-то давайте твои ребята захватят парламент с требованием чтобы выкинуть этих карачаевцев а я приду весь в белом всех по миру вас заставлю выйти из парламента и за это меня москва назначит премьера видео москве он тоже договорился жуков отказался и записал этот разговор еще на телефон справедливо полагает что это провокации вообще его тоже могут подставить но в результате этого жукова застрелили причем почему и кто это стало известно практически сразу второе убийство был человек по имени фральши бзуков тоже местные по карачаевский политик но уже статусный вполне он был там занимал различные должности в российском именклатуре официальные и он был кандидатом практически уже назначена на должность премьер-министра то есть тогда только что пришел новый на местные кавказа то есть представитель путина в северокавказском федеральном округе клапа хлопоня может быть его еще помните то многие надежды с ним связывались и вот он первый визит который клапонем наносит по вступлению в должность карачаева черкесии встречается с этим шипзухом практически москва решила вопрос его назначения а потом рыбаться и убивают за справа на улице застрелили что били и опять же скорость того это стрессе там киллера нашли очень известно что это был арашуков причем вот за что его арестовали сейчас это был 2010 году убийство то есть девять лет назад и принципе все девять лет назад назад москва знала что он сделал это как бы никого не волновало то есть смотрите готовится захват парламента убивают назначил москвой какого-то кандидата в премьеры москва это знают и никак не реагирует что это это типичный феодализм вот даже не московская руси такая османская империя когда если почитаете историю там все время один паша руководитель одной области воевал за другой потом их вызывали в стамбул кому-то отрубали голову когда ставили на его место вот такая бурная очень была жизнь да а теперь но что же произошло теперь что россия из москва из феодализма перенеслась в более современные варианты наоборот москва перебросится из современного государства которым все-таки был советский советской степени вот такой восточный типичный феодализм новый феодализм наступает москве придет откат кто ситуации которая была на самом деле всегда в россии до революции вот и арест в данном случае шевзухова то есть арест данном случае этого расшукова это просто одно из проявлений глобального тренда мы привыкли говорить по российской федерации по современное государство это уже не так то есть термины коррупции они просто уже не не актуальны это стиль правления правления московской руси был такой такой термин кормления то есть губернатора но боярина сажали на какую-то область от нее кормился да то есть он должен был какую-то часть денег отдавать москве а что дальше он будет делать своим населением москву не волновал это то что при вот происходит сейчас на кавказе не только на кавказе просто кавказ регион специфически к нему привлечено внимание в принципе эти аресты и будет повсюду такая феодальная борьба поскольку сейчас сокращается кормовая база да денег меньше как бы между этими пошами то они вот друг друга начинают активно уничтожать резать и путем просто покушение убийств как вот это крашуков делал и путем путем арестов натравливая различные фракции с церкви веков друг на друга то есть это будет весело в духе такой игры престолов да современной в случае наблюдать интересно со стороны жить конечно там я бы никому не посоветовал но вот люди как-то живут другой интересный вопрос кстати что будет с кавказом стоит спросить как это как это отразится на общей стабильности в россии потому что современным государством управлять так же как управлялся 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 феодальная империя там 300 лет назад достаточно сложно вот и это может продолжаться долго что если такая система не лезет в дела соседей то она в принципе достаточно устойчиво соседям особо для него дела нет но как мы видим путином активно вмешивается внутренние дела поэтому может быть кто-то из этих соседей захочет его из свернуть кроме того в кавказ все таки отличаются остальные россии тем что остальные российской федерации тем что там есть там более сложное общество там есть различные кламоты весь еще сохранились зачатки каких-то гражданских институтов неподконтрольных государству и в конце концов действительно может поставить такой настать такой момент когда вот эта турбулентность которую вызывает москва вызовет настолько сильное движение республики что москва уже не сможет не справиться что возникнут какие-то но самостоятельные независимые от москвы правящие элиты которые захотят взять вас свои руки пришли сейчас все элиты они построены на том что они получают материальный ресурс деньги силовую поддержку и легитимации из москвы это как баскаки в той же вот золотой орды про которого мы говорили да но как мы знаем из истории той же золотой орды дат в какой-то момент те же самые баскаки которые в общем так которым являлись московские князья это были кто это были люди которые поставил орда чтобы они собирали деньги и передавали туда в сарай вставку вот они как-то сбунтовались но и вот москва сейчас сама повторяет путь это самый золотой орды также тоже в плане возможный вариант пока в карачаево-черкесии достаточно много людей радуется не знаю что кто-то кроме тех кто этого расшукова лично от него зависел его опакивают потому что убитых вот были родственники они достаточно популярные люди были вот но я думаю очень многие из правящих элит задумались над тем что собственно и ждет будущем вот если жрание сената раньше она все-таки считалось для такого рода людей какой-то гарантии вот что они вошли в правящий слой а тут пришли бац и как последнего какого-то карманного воришку выдернули их в тюрьму вот связанное повторяет с рамзаном может быть он его заказал то есть значит заказал он занес какие-то деньги говорит следственного комитета может быть еще кому-то нажал на какие-то рычаги и человека арестовали да но точно так же завтра могут снять рамзана понимать что врагов у него достаточно много поэтому я думаю что ему тоже следует побеспокоиться но вот в любом случае такого рода события будут развиваться и стабильности внутренней политики россии не прибавляет для нас проблема в том что как часто бывает было в российской истории когда у них возникают какие-то внутренние проблемы внутри нестабильность они пытаются это и успокоить путем перенес и давление вовне путем внешней агрессии вот учитывая что российские вас к тему самые ну кера рамзана находится уже у нас на наших северных границах а то же самое рамзан в израиле присутствует деньги у него здесь он построил вы знаете крупнейшую мечеть мечеть в пригороде иерусалим очень интересно было узнать что там происходит вот поэтому в общем мы должны с вниманием и с беспокойством следить за тем что там происходит ну что ж спасибо за ваш подробнейший интереснейший комментарий аврам шмулевич специалист по межнациональным отношениям народов северного кавказа политический эксперт канала и тонн тв спасибо аврам до свидания иван друзья спасибо большое это была программа тема дня на канале тонн тв в студии был михаил юровский оставайтесь нами пока